Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Солинос был торговым центром долины, расположенной между горами и морем Он находится неподалеку от Монтерея, в 100 километрах на юг от Сан-Франциско Это была земля полей и фруктовых садов, тянувшихся к горам, которая разделяла спокойная извилистая река Земля холмов и ранчо, умиротворяющих прогулок на лошадях Городок Солинос вырос посреди пустоты Его жители возделывали поля сахарной свеклы, раскинувшиеся на окружающий город долине И снабжали своей продукцией большие сахароперерабатывающие заводы Сам город был зажиточным, но небезопасным для проживания Стейнбек рос странным ребенком Ему всегда было не по себе в престижном квартале, где, несмотря на все проблемы с деньгами, жила его семья Он был зажат между тихим, сдержанным отцом, сломленным неудачами в бизнесе, и суровой пуританской матерью Одержимой идеей добиться успеха и уважения в обществе Он был непоседлив, постоянно развязывал шнурки на фартуках своих трех сестер И в то же время крайне стеснителен Как только он достаточно подрос, то стал постоянно избегать на ранчо своего деда, неподалеку от Кинг-Сити Саммер Гамильтон, ирландец из Бейли Келли, приехал в Америку, когда ему было 17 И пересек страну в караване крытых повозок вместе с другими колонистами Стейнбек с благоговением слушал его истории о великом путешествии на Запад Слушал он рассказы и другого своего деда Джона Адольфа Гро Стейнбека Лютеранина из Дюссельдорфа, который до того, как переехать в Америку В частности, в Калифорнию, проповедовал христианство евреям в Палестине Не пропускал он и истории, рассказанные сельскохозяйственными рабочими, крестьянами из Мексики и пастухами, работавшими в загонах для скота Он завидовал их образу жизни Объездка лошадей, клеймение домашнего скота, вывоз своих стад в город по воскресеньям Кружка теплого пива в салунах и участие в Родео на пыльных аренах Салиноса Эти детские воспоминания и образ жизни людей, с которыми Стейнбек познакомился в детстве, позже нашли отражение в сборнике рассказов «Рыжий пони» Лежа в постели Джоди размышляла невероятно о мире индейцев и бизонов, мире, исчезнувшем навсегда Тогда на земле жили гиганты, бесстрашные люди, люди несгибаемой воли, какую теперь и не встретишь Джоди подумал о бескрайних равнинах, о повозках, ползущих по ним многоножкой с востока на запад Представил дедушку на огромной белой лошади, как он ведет за собой людей Перед его мысленным взором промаршировали великие призраки и исчезли с лица земли Юный Стейнбек хотел иметь как можно меньше общего со скучной жизнью с Алиноса Когда он не сбегал за город или в Кинг-Сити, он скрывался от всех на чердаке с книжкой в руках Геккельбери Финн, Айвенга, Остров сокровищ открыли будущему писателю множество дверей в волшебные, страшные и необычные миры Кроме того, он постоянно перечитывал свою любимую книгу «Смерть Артура Томаса Мэлори» Вот отрывок из романа «Зима тревоги нашей» «Мой чердак, особенно там уютно в дождь, все равно чуть-чуть ли моросит или льет, как из ведра» А книги в мерцающих бликах света, детские книги с картинками, хозяева которых давно выросли, оторвались от родного корня и разбрелись по свету Ад Гюстава Доре, свирепая жестокость братьев Гримм, величие смерти Артура Я думаю, что все мои взгляды на добро и зло, чувство благородства и все мои мысли против притеснения основываются именно на этой секретной книге В фантазиях Стейнбека пастухи на ранчо превращались в далеких потомков Артура и рыцарей круглого стола Его голова была забита сказками и легендами Вскоре Стейнбек и сам начнет вести жизнь, полную приключений и создавать свои собственные легенды Он дал себе клятву, что станет писателем Но сначала ему нужно было избежать из обыденного тусклого мира его родителей Любой ценой он хотел стать писателем Но по-своему Он проводил время с путешественниками и бродягами, с головой погружаясь в их истории Во время учебы в университете он вел себя обособленно В 17 лет, поступив в Стэнфордский университет, он часто прогуливал занятия, занимался спортом, пропадал целыми днями в библиотеке, много писал Летние каникулы он проводил с крестьянами и пастухами, околачивался в салунах и барах Чтобы заработать карманные деньги, работал в поле или на рафинадном заводе Джон был физически развит, носил потертую одежду, руки его были в мозолях С первого взгляда он отличался от других студентов Мать была в отчаянии Вместо того, чтобы стать учителем или юристом, ее сын работал в поле, чернорабочем на строительстве канала или горной дороге в Биксер Однажды утром сосед Стэнбека по комнате нашел записку на его кровати Уехал в Китай, Джон На самом деле он не уехал дальше Сан-Франциско, где провел неделю на пристани, ожидая попутного корабля Затем направился на юг, работая на полях от ранчо к ранчо Когда он проезжал через Салинос, его вид бродяги вызвал много разговоров среди горожан Университетские годы пошли Джону на пользу Это было время первых коротких рассказов, увлечения джазом и общения с другими писателями и художниками Потом она пишет это так Это была богемная, декадентская, незабываемая атмосфера Нужна была крыша над головой, работа, неважно какая Главное, чтобы оставалось время на писательство Друг из Стэнфорда устроил его на работу в летний лагерь на озере Тахо в Сьерра-Неваде В окружении высоких деревьев, бесконечных лесов и кристально чистой воды Он, казалось, наконец обрел себя Весь предыдущий год, после того, как Джон бросил университет, он прожил в Нью-Йорке Интеллектуальной столице страны, где писатели делали себе карьеру Но его постигло разочарование Тяжелая работа по 18 часов в день, чтобы лишь свести концы с концами И при этом никому не было дела до его рассказов Просторы озера Тахо, наоборот, стали для него тем, что нужно В конце лета ему предложили работу смотрителя, расположенного неподалеку частного владения Весь дом с библиотекой принадлежали только ему Мечта Стейнбека сбылась Так прошли два года С наступлением осени он оставался один И жил в соответствии с ритмом природы Наслаждался снегом и зимними морозами, тишиной и одиночеством Позднее, это единение с природой станет главной темой книги «Неведомому Богу» В этом почти мистическом, пантеистическом гимне природе Главный герой Джозеф Уэйн приносит себя в жертву силам природы Чтобы спасти богатство Центральной Калифорнийской долины Куда он привез свою семью Впрочем, его литературный путь начался со сказки «Золотая чаша» — это история о пирате Моргане Маленьком валийском мальчике Который отправляется на покорение Карибского города И завоевание самой красивой женщины в мире Истинной же темой произведения стало постоянное Отчаянное желание Стейнбека быть где-то в другом месте Но разве ты не видишь, что уехать я должен? Потому что рассечен пополам, и здесь только часть меня Вторая половина за морями и зовет, зовет меня, чтобы я приехал туда и стал целым В своей первой книге Стейнбек написал о Мерлине А вторую начал как друидскую поэму В то время кельты занимали значительную часть его мыслей Через два года, в сентябре 1928 года Он прибыл в Сан-Франциско без гроша в кармане Зато с рукописью золотой чаши Джону было 26 И ему не терпелось заново открыть для себя человеческое общество Снова напиться, послушать джаз Это было время тяжелой работы, неуверенности в себе и богемной жизни Время существования между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом Он жил одним днем и сменил множество временных работ Кроме того, встретил Кэрол, женщину, на которой женится через год Именно она обвела его в круг социалистов У Стейнбека не было ни денег, ни издателя Но зато были друзья, которым он верил как себе И, конечно, было упрямство и единственное желание стать писателем Когда-то мы были духами природы Жили в деревьях и ручьях Мы обитали в ветре, в черных бурях Мы загрязняли собой воду и громыхали вместе с громом Мы перепрыгивали через пороги, словно ручей И летали, вытянув руки, как ветер В те далекие века мы смеялись и играли в чудеса Писал он в романе-пьесе «Светло-горящий» Родители Джона волновала его беспечность И они предложили ему поселиться в небольшом доме, купленном на побережье неподалеку от Монтеррея И даже пообещали платить ежемесячное пособие в 25 долларов Стейнбек был счастлив Он прогуливался по длинным песчаным пляжам Тянущимся от гор Санта-Крус на севере до Пойнт-Лобас на юге Слушая звуки волн и крики морских птиц Иногда он доходил до Биг-Сюр Где темные стены гор Санта-Люсия стремительно погружались в бурный океан Тут что-то есть И вы боитесь этого? Где-то, возможно, в старом сне Я видел это место Или, возможно, просто чувствовал его Писал Стейнбек в романе «Неведомому Богу» Это был дикий, первозданный мир По которому писатель испытывал острую ностальгию до конца своих дней Именно здесь, в своем личном уголке рая В Пасифе Гроуф и Биг-Сюр Джон начал писать роман «Неведомому Богу» Монтерей, бывшая столица Калифорнии во времена испанского владычества Город, в котором было объявлено о независимости Калифорнии в 1849 году, был не так далеко Это был небольшой рыболовный порт, в котором располагались заводы по консервированию сардин В прошлом – пристанище русских и португальских китобоев За несколько столетий в этом городе успели побывать люди разных профессий и национальностей Итальянские рыбаки, испанские поселенцы, французские золотоискатели, немцы, русские, ирландцы Именно там Стэнбек познакомился с Эдом Рикетом, ученым и философом Рикет не только основал лабораторию морской биологии, но и разработал радикальные теории о взаимодействии людей с окружающей средой Джон и Эд мгновенно сошлись и стали просиживать часами в лаборатории, просто разговаривая и потягивая пиво Рикет был настоящим оригиналом, и Стэнбек сделает его бессмертным, превратив в Дока персонажа романов «Консервный ряд» и «Благостный четверг» Рикет был некоронованным королем консервного ряда И вокруг него и Стэнбека вскоре выросло необычное сообщество бедных художников, проституток и бродяг Которые Джон ярко опишет в романе «Консервный ряд» Консервный ряд в Монтерее, что в Калифорнии, поэма, скрежет и смрад Собственный цвет, лад и характер Ностальгическое видение – мечта Консервный ряд един и разрознен Дерево, жесть, чугун, ржа и разбитый асфальт, заросшие бурьяном пустыри и груды мусора Консервные цехи, крытые рифленым железом, кабаки, рестораны, публичные дома, тесные ловчонки, лаборатории и ночлежки Живут в нем, как сказал один человек, проститутки, сутенеры, игроки и прочая сволочь Под сволочью он разумел прочий люд Глянь этот человек с другого боку, он бы сказал «святые, ангелы, мученики и блаженные» И был бы прав Люди консервного ряда стали настоящей семьей для Стэнбека На протяжении всей жизни они защищали и поддерживали его А поддержка была необходима, чтобы просто выжить Бывали недели, когда ему и Кэрол приходилось питаться одной лишь рыбой, которую он сам и ловил С финансовой точки зрения я уже давно должен был умереть Но вот он я Проходят дни, а я все еще не в тюрьме, писал он в письмах Золотая чаша, райские пастбища и неведомому богу Все эти произведения были отвергнуты издателями К тому же его отношения с Кэрол дали трещину Впервые в жизни Стэнбек чуть не сломался Я так устал Я так долго работал, преодолевая сопротивление Сначала родители, которые хотели, чтобы я стал юристом А потом издатели, которые хотели, чтобы я стал кем угодно, но не писателем На холмах, выходящих на Монтерей, он открыл для себя Тортилюфлет Грязный квартал, заселенный мексиканцами Он немедленно приступил к описанию жизни этих отчаянно бедных людей Но в своем собственном стиле Это был реалистичный роман со сказочными мотивами Стэнбек настаивал, что в этих несчастных людях скрыто настоящее величие Герои романа Дэнни и его товарищи в итоге превратятся в рыцарей нового круглого стола Его комичный эпос не произвел никакого впечатления на издателя Слишком банально, отвечали ему, да и тема не совсем ясна Стэнбек был в ярости Я ожидал, что не распознают в романе Артура в цикл Что мой Гавейн, мой Ланцелот, мой Артур и мой Галахат будут распознаны Из всех отказов этот был самым болезненным Тогда Джон еще не знал, что одному книжному магазину в Чикаго Приглянулись его романы и книгопродавцы собирались пустить их в продажу Квартал Тортильо Флет был выпущен в мае 1935 года Его немедленно ждал успех Правда, местная торговая палата подала протест Заявляя, что Монтерей – город не опустившихся бедняков А честных граждан и рабочих В ноябре студия Парамаунт купила права на съемки фильма за 4000 долларов Этого для Стэнбека было слишком много Они с Карл отправились в Мексику до тех пор, пока пыль не уляжется Тогда он не мог еще предполагать, что этот период станет поворотным в его карьере Нищета, которую Стэнбек наблюдал в печально известном Тортильо Флет Начала распространяться по всей стране Начинался великий экономический и духовный кризис Некратковременные проблемы, как он думал А настоящая чума, угрожавшая самому существованию Америки Во имя так называемого «прогресса» Фермеров Среднего Запада выживали с их исконных земель Это привело к появлению катастрофических по последствиям пыльных бурь Вошедших в историю под названием «пыльный котел» Два года засух и превращение десятков тысяч гектаров земли В засушливую пустыню привели к массовому исходу людей на обетованную землю Калифорнии Но оказавшись в Калифорнии, несчастные переселенцы испытывали еще большее лишение Они работали в нечеловеческих условиях за нищенскую оплату На фруктовых и цитрусовых плантациях При этом выдерживая конкуренцию с иммигрантами из Мексики Это было и правда похоже на чуму, в ярости говорил писатель Она должна была быть преодолена любой ценой После долгого журналистского расследования Стейнбек написал роман «Битва с неясным исходом» Историю забастовки среди сезонных рабочих на плодоовощных фермах И фруктовых плантациях Центральной Калифорнии В книге работодатели жестко реагируют на забастовку Погибает множество людей Забастовка подавляется, а главный герой Джим Нолан умирает Стейнбек отметал обвинение в пораженчестве Несмотря на все тяготы времени, наставил он Посеянное зерно однажды даст ростки Исход конфликта еще совсем не ясен И вновь книга имела успех Некоторые критики назвали ее шедевром социального реализма Правда, правые порицали за излишнее насилие Левые аплодировали тому, что союзы рабочих Были показаны так же реалистично, как и притеснения рабочих Люди не заметили, что персонаж Джима Нолана Человека, явившегося из ниоткуда, человека без прошлого И с готовностью принесшего себя в жертву Был вдохновлен фигурой Парсифали Возможно, успех романа основывался на недопонимании? Именно этим вопросом критики задались в следующем году Когда была издана повесть о мышах и людях Описав труд во фруктовых садах И рассказав о нелегком быте обыкновенных фермеров Стэнбек переключился на воспоминания о своей учебе в Стэнфорде Повесть о мышах и людях рассказывает о двухсезонных рабочих Невысоком задумчивом Джорджи и его друге Лене Туповатом великане, который любит гладить мышей, щенят, женские волосы Но ненамеренно убивающим все, к чему прикасается Эта трогательная повесть была равна по силе воздействия древним мифам Именно поэтому Таймс описали ее как сказку А Нью-Йорк Таймс как обезоруживающую историю Общественность ответила незамедлительно За первый месяц было продано 100 тысяч экземпляров книги А европейские читатели назвали ее шедевром американской литературы 20 века Стэнбек стал знаменитостью, преследуемой толпами журналистов Это было отвратительно Поэтому он купил себе ранчо, неподалеку от Лос-Гаттеса Подальше от всей этой суеты Там не было даже телефона Была надежда на мир и покой Но вскоре, будто этого было недостаточно Он в очередной раз сбежал На этот раз в Европу А вернулся в августе 1937 года с идеей для новой книги Еще до отъезда Сан-Франциско-Ньюс поручили ему написать серию репортажей Об условиях жизни людей, бежавших от пыльного котла В результаты такого расследования верилось с трудом Сотни тысяч обездоленных людей бежали из Оклахомы, Арканзаса, Небраски За один 1936 год их набралось 90 тысяч На помощь этим несчастным людям приходили лишь работники медицинских лагерей, оплаченных федеральными властями Вернувшись в Нью-Йорк, Стенбек взял на прокат машину и проехал вместе с переселенцами по легендарной трассе 66 Он записывал все, что видел Рейды карательных отрядов работодателей, избиения неимущих членами комитета бдительности Вскоре ему и самому пришлось скрываться Отчет был настолько жесток, что журнал «Лайф» отказался его печатать Писатель закрылся в своем доме и принялся неистово работать Через шесть месяцев титанических трудов он закончил свой шедевр «Гроздья гнева» Мало какой роман может похвастаться такой документальной точностью Точность в деталях лишь добавила книги силы Но если бы Стенбек создал сугубо документальную работу, он не смог бы так убедительно рассказать главное Основной мыслью этого романа Стенбека было, ни много ни мало, определение самой сути Америки в условиях кризиса Первые переселенцы пересекли степи с Библией в руках, мечтая построить новый Иерусалим Современные же авторы переселенцы, бежавшие от пыльного котла, которых ожидали впереди скорее лишь все круги ада, нежели строительство рая, были полной противоположностью своих предков Создание «Гроздьев гнева» отняло у Стенбека все силы Это была книга, которую Америка так ждала Ее реализм, вкупе с правительским вдохновением, изменили мифологию целой страны Книга не только имела успех, но и спровоцировала шумные протесты Крайне право настроенные группы угрожали Стенбеку расправой Землевладельцы призывали к изгнанию его из штата ФБР начала собирать о нем информацию в Монтерее, распуская слух, что он коммунист Для Стенбека давление прессы было невыносимым, но еще больше его подкосило отторжение в Солиносе и Монтерее И он снова решает сбежать, на этот раз с Эдом Рикетом в Нижнюю Калифорнию, в Мексику Они вместе арендовали лабораторное судно и к явному недовольству поэта Корвичи, издателя Стенбека на два месяца отправились в экспедицию по морю Кортеса Как только писатель вернулся, он узнал, что гроздьям гнева присудили Пуллицеровскую премию Затем он вновь уехал из США для работы над документальным фильмом о мексиканской деревне Какое-то время Стенбек прожил в Мексике и, похоже, его мало интересовали успех экранизации гроздьев гнева Джона Форда И о мышах и людях Льюиса Майлстоуна Мексика стала идеальным убежищем, где он снова смог открыть для себя возможность общения со свободными людьми вдали от так надоевших ему скандалов Впрочем, жизнь в Мексике стала единственной радостью в жизни Брак с Кэрол в последние годы стал невыносим Последовал развод и продажа ранчо В Лос-Анджелесе он познакомился с Гвин Конгер, молодой женщиной, которая вскоре стала его второй женой Вместе они решили переехать в Нью-Йорк Для человека, построившего свою жизнь в Солиносе и Монтерей, это стало настоящим разрывом с прошлым Переезд совершился в 1941 году Развитие военных действий в Европе волновало Стенбека Он дважды связывался с Рузвельтом, предлагая свои услуги Президент предложил ему войти в Комитет писателей по противодействию нацистской пропаганде Стенбек переехал за город, где написал повесть «Бомбы вниз» об учениях бомбардировщиков За ней последовала повесть «Луна зашла» об антинацистском сопротивлении, имевшее большой успех в Европе Несмотря на то, что нью-йоркские критики приняли ее весьма осторожно Пентагон предложил писателю стать военным корреспондентом Стенбек понял, что его недоброжелатели не ослабили хватку Когда призывная комиссия Монтерея попыталась зачислить 40-летнего писателя в пехоту Помогло вмешательство генерала Арнольда Стенбек работал на правительство, и его надлежало оставить в покое Но комиссия не желала сдаваться Почему человек, написавший такую мерзость, как «Гроздья гнева», должен избежать службы, когда страна находится в состоянии войны? Понадобилось вмешательство других высших чинов, и писатель получил отсрочку Стенбек отправился в Европу в качестве военного корреспондента Нью-Йорк Геральд Трибюн Статьи, впоследствии изданные отдельной книгой, читал весь мир Он вернулся из Европы в октябре 43-го года под глубоким впечатлением от увиденного И до конца года не мог справиться с глубокой депрессией Пытаясь взять себя в руки, Стенбек решил, для того, чтобы снова начать писать Он должен вернуться на землю своего детства и окунуться в воспоминания о консервном ряде Джон переехал в Монтерей, где вновь встретил Эда Риккета и своих старых друзей Но теперь все было по-другому Роман «Консервный ряд», изданный в 45-м году, был разнесен критиками, которых раздражало, что книга стала бестселлером Но что еще хуже, книга встретила неожиданную негативную реакцию жителей Монтерея Однажды у писателя отключили газ под предлогом ограничения в поставках Затем были остановлены работы над его домом, хотя по всей округе стройка не прекращалась Я был так счастлив вернуться домой, я так мечтал о доме Но встретили меня не очень радушно Кругом я видел лишь зависть, ненависть и предательство Я начинаю думать о том, что допустил ошибку, писал Стэнбек в письмах Для него настало тяжелое время Легкомысленная молоденькая Гвин жаждала светской жизни Писатель же с неохотой принимал участие в различных приемах, посещал премьеры, ходил в театр Он чувствовал, что теряет время, участвуя в проектах для Голливуда и сцены Он даже задумался о создании со своими друзьями телекомпании Решив, что дни литературу сочтены и вскоре им на смену придет телевидение Лишь джаз, чья популярность тогда достигла своего пика в клубах Гарлема и Гринвич-Виллидж Оставался для Стэнбека источником утешения Он начал писать новую книгу «Заблудившийся автобус», повествующую о необычные поездки в автобусе, которая свела вместе персонажей из различных социальных классов По замыслу автора, это стало аллегорией современной ему Америки Несмотря на невероятно большие продажи, а было продано 750 тысяч экземпляров, книга была разгромлена критикой Такой прием шокировал Стэнбека Жемчужину, выпущенную в том же году, ждала та же участь С тех пор писатель всегда стал называть критиков сбродом Я написал эти рассказы, потому что они правдивые, потому что они мне нравились Но литературные мещане отнеслись к моим героям с вульгарной высокомерностью герцогинь, которые жалеют крестьян, снисходительно над ними посмеиваясь Рассказы эти напечатанные, взять их назад я не могу Но никогда больше я не отдам на поругание светским обывателям этих хороших людей Веселых и добрых, честных в своих плотских желаниях и прямодушных, истинно вежливых, а не просто учтивых Если, рассказав о них, я им повредил, то глубоко сожалею об этом, больше этого не повторится Адиус, Монтерей Писал Стэнбек в предисловии к переизданию квартала Тертилля Флет Разочарованный этой чередой событий, писатель решил вернуться в родные места Но сначала отправился в Советский Союз с фотографом Робертом Каппой По возвращению Стэнбек узнал, что его близкий друг Эд Рикет погиб в автокатастрофе Стэнбек вновь вернулся в Пасифик Гроув, в свое семейное гнездо, в котором скрывался в раннем детстве Он искал утешения в работе над фильмом о мексиканском революционере Сапати Вместе с режиссером Элией Казаном Казан безуспешно пытался вывести Стэнбека из депрессии, увезя его с собой в Мексику Но писатель при первой же возможности вернулся домой Ему хотелось одного – оставаться в доме, в котором еще в детстве он играл со своей сестрой Мэри Там в борьбе с депрессией, ужасными головными болями был написан сценарий «Вива Сапата» Следующей весной Стэнбек встретил Элейн Андерсон, которая через несколько месяцев стала его третьей женой Благодаря этой встрече он снова научился жить Началась работа над новым романом, таким же ярким и значительным, как «Гроздья гнева» Действие снова должно было развернуться в Солиносе Роман повествует об истории долины через рассказ о двух семьях – Трасков и Гамильтонов Широкая канва романа позволит Стэнбеку вернуться к его излюбленным темам – конфликтам между человеком и общественностью Добром и злом, выраженными в мифической форме Название для романа «К востоку от рая» писатель нашел в библейской истории о Каине и Авеле Написание романа затянулось до февраля 1952 года и потребовало от Стэнбека всех сил После нескольких лет блужданий, сомнений и депрессий он, наконец, смог найти путь вперед На этот раз критики были побеждены Роман «К востоку от рая» стал настоящим бестселлером, будто Америка открывала себя заново, читая эту книгу Джон Стэнбек вернулся с триумфом И тем самым отомстил своим недоброжелателям Критикам пришлось отступить до тех пор, пока писатель не выпустил очередное произведение, посвященное консервному ряду «Благостный четверг» В романе рассказывается о послевоенном консервном ряде Его закаточные заводы закрыты, а главные герои либо состарились, либо умерли Книга наполнена мягким юмором, а ее персонажи, кажется, наслаждаются осенью своей жизни Грубый черновик, который писатель достал со дна своей мусорной корзины Так отозвался о произведении журнал «Тайм», не заметив грусть и меланхолию, скрытую за улыбкой писателя в его прощании с Монтреем Писатель никогда не ладил с критиками, которые в то время открывали для себя Генри Джеймса и Вирджинию Вульф И с презрением относились к описанию простых людей, упрекая Стейнбека в недостатке психологизма Они сравнивали его с другим реалистом, Ричардом Райтом Но у критиков вызывало раздражение, что Стейнбек слишком часто для писателя-реалиста возвращался к мифическим и фантазийным мотивам Критики не выносили его благородство, идею о равенстве людей, основавшуюся на убеждении в безграничных возможностях человеческой личности На вере, что в душе каждого человека есть место Богу Веря, ради которой были написаны все его романы Критики ненавидели рассказанные им истории Стейнбек стал последним из великих рассказчиков Писатель стал все больше времени проводить в Европе, где чувствовал себя как дома и считался признанным мастером Он был с радостью принят в Париже, прожил несколько месяцев в качестве почетного гостя Французской академии и написал серию статей о парижской жизни для газеты «Фигаро» Находясь в Лондоне, он услышал об оглушительном успехе фильма «К востоку от рая» режиссера Элли Казана с Джеймсом Бином в главной роли Вернувшись в Америку, писатель купил дом на побережье в Саак-Харбор на Лонг-Алленде Этот дом стал убежищем, как когда-то в детстве дом в Пассифик-Гроуф Он целыми месяцами рыбачил, плавал на лодке и любовался морем Море стало главной страстью последних лет его жизни Возвращая писателя к так любимой им природе и все больше отдаляя от суматохи Нью-Йорка Поездки в Европу еще больше оторвали Стенбека от Америки Он снова погрузился в чтение Майлори и его книг о рыцарях круглого стола Артур, Парсифаль, Ланселот Хотелось буквально погрузиться в легенду, понять, как она сформировалась и переписать ее Ничего больше писателя не интересовало В марте Стенбек приехал в Англию и снял коттедж в Брутоне Неподалеку от Гластенбери части Соммерсета, в которой и происходили события, описанные в легенде Мой небольшой кабинет на втором этаже выходит окнами на бесчисленные холмы, луга и старое поместье Тут мало что изменилось с VI века Если на земле и есть место для написания книги об Артуре, то оно здесь В 16 километрах отсюда находится римский форт, так похожий на камелот Это место похоже на сон, а я люблю сны Довольность мне так называемой реальности Еще пара месяцев, и я стану новым человеком Это запись из дневника Стенбека Несколько часов в день работы над книгами Мэлори А потом долгие прогулки, отдых и растворение в атмосфере этого места Вот что он писал Казану Просто воодушевись холмами Не надо ни о чем задумываться или оценивать Нужно просто принять красоту этого места и наслаждаться Сам Стенбек уверял, что восхищение кельтской культурой Стало ответом на противоречие, которое он наблюдал всю свою жизнь На конфликт между оседлой жизнью и странствиями Между человеком и обществом, пантеизмом и превосходством человека над природой Его не покидала вера в идеалы рыцарского братства В честное слово, сообщество людей Основанное на благородстве каждого из его членов В конце концов, именно это он пытался выразить всю жизнь в своих произведениях К сожалению, Стенбекам пришлось покинуть коттедж в Брутоне После тишины Сомерсета Какофония Нью-Йорка оказалась невыносимой Тут писатель приступил к новому роману «Зима тревоги нашей», несшему на себе печать длительного проживания в Сомерсете Действие происходит в небольшом порту на Лонг-Кайленде Странно похожем на Монтерей Никто тогда не осознавал, что это было своеобразной исповедью Стенбека и его прощанием Чарующее произведение, наполненное чувством безысходности Вызвало привычный шквал критики Но Стенбеку не было до этого дела Он был полностью поглощен своей новой затеей Отправиться в путешествие, как когда-то, по следам переселенцев Но на этот раз через всю Америку В сентябре 1960 года, прихватив с собой собаку Чарли, он отправился в путь в своем доме на колесах, который называл Рассенантом Откровенно сравнивая себя с Дон Кихотом Временами его страна вызывала у него омерзение и возмущение Расизм и безумие маккартизма были лишь частью бед, которые хотелось осмыслить 11 недель в пути вылились в путешествие с Чарли в поисках Америки Историю его путешествия, последнюю прижизненную книгу и последнюю попытку понять Америку В конце октября 1962 года, через три месяца после публикации путешествия с Чарли Новость о том, что Стейнбеку присуждена Нобелевская премия, произвела эффект разорвавшейся бомбы Нью-Йоркские критики не скрывали своего недовольства, если не сказать ярости Нью-Йорк Таймс, журнал Тайм, Ньюсвик, Вашингтон-Пост разразились недоброжелательными передовицами Стейнбек ответил им в своей благодарственной речи в Швеции Литература не была основана бледной и изнеженной кучкой критиков, распевающих свои летания в пустых церквах И это не игрушка для избранных святош и хвостливых попрошаек, фальшиво кричащих о всеобщем упадке Литература появилась одновременно с речью Она выросла из потребности в ней человечества С тех пор ничего не изменилось, за исключением того, что она стала еще более востребованной Человечество стало нам главной угрозой, но и нашей единственной надеждой Так что сегодня можно перефразировать из речения апостола Иоанна В конце останется слово, и слово это человек, и слово будет с человеком Остаток своих дней Стейнбек провел в путешествиях по всему миру Пытаясь осмыслить трагедию войны во Вьетнаме Его здоровье стремительно ухудшалось, его мучила эмфизема, проблемы с сердцем и потеря памяти В последний раз он вернулся на море в Саак-Харбор со своей женой Элейн В день смерти он спросил «Какое время, проведенное вместе, тебе больше всего понравилось?» Я ответила «Дай подумать», но потом говорю «Нет, сначала ответь ты» На что он ответил «Нет, я не буду говорить первым, потому что ты решишь, что должна со мной согласиться, потому что я умираю» Мы оба рассмеялись, тогда я говорю «Ладно» Рядом лежали бумага и карандаш Я сказала «Я напишу, какое время я читаю лучшим на этой бумажке и положу ее тебе в руку» Так я и сделала И положила записку в его руку Ну, говорю я ему «Какой период был лучшим в нашей совместной жизни?» И он ответил «Что год в Сомерсете» Я говорю «Разожми кулак» И на бумажке было написано «Сомерсет» Вскоре после этого, 21 декабря 1968 года, Стейнбек скончался Прах его был развеян на западном побережье, неподалеку от Монтеррея, со скал, поинт, лобос С того самого места, где Стивенсон вдохновился на написание острова сокровища Автор сценария Мишель Лебри Режиссер Ален Галле Оператор Ролан Тепо Продюсер Анн Франсуаз де Бузерейн Фильм озвучен по заказу Зао Первый канал Всемирная сеть Редактор субтитров А.Семкин